Песня на земле Тихонечко вам небо подпоет Погибшие за родину в полете Мы вечно продолжаем наш полет Мы вовсе на тени безмолвные Мы ветер и крик журавлей Погибшие в небе за родину Становится небом над ней Мы стали небом, стали... Первыми эту песню услышали жители и гости курорта Сочи. Было это в начале 80-х. Именно тогда, именно здесь, в «Спутнике», главном сочинском кинотеатре тех лет, состоялся премьерный показ фильма, в котором она и звучит. Нет, он не снимался в нашем городе. Тогда почему Сочи? Ответ мы нашли в музее истории города-курорта Сочи, а еще... В документах одной из многочисленных папок, которые хранятся здесь, в городском архиве. Мы обязательно к этим документам вернемся, но чуть позже. А прямо сейчас, на передовой памяти, человек-легенда. Смотрим. Евгения Андреевна Жигуленко. Герой Советского Союза. Бывшая летчица 46-го гвардейского Таманского женского авиационного полка. Весна 44-го. Казалось, вот-вот, уже скоро. Кто хочет домой, к маме, к маме, вы понимаете? Мы же все-таки девчонки еще были. Молодые, красивые и бесстрашные. Они очень любили жизнь, ради которой вновь и вновь поднимались в небо, на ночных бомбардировщиках и наводили ужас на врага. Ведьмами называли фашисты бесстрашных советских летчиц. О чем они, конечно, знали и гордились таким прозвищем, как признанием своих боевых заслуг. Вот только не знали, что в небе ночные ведьмы будут жить долго, и не только в небе. И что спустя почти 40 лет на экраны страны, которую они защищали, выйдет фильм с таким же названием. И снимет его одна из них, бывшая ведьма Женя Жигуленко, настоящий режиссер и сценарист Евгения Андреевна Жигуленко. Боевой путь Евгения Жигуленко пролегал и над Кубанью, над Крымом, Донбассом, Польшей. И в нашей экспозиции мы видим винт от самолета под вал, на котором летали ночные бомбардировщицы. Данный винт от самолета был найден поисковыми отрядами на перевалах главного Кавказского хребта. В период 1942-1943 год здесь шли самые ожесточенные бои, и в том числе воздушные бои. О небе Женя мечтала с детства. К началу войны ей исполнилось 20. Тогда она была еще второкурсницей Московского дирижаблестроительного института, но уже выпускницей столичного аэроклуба. Его Женя Жигуленко окончила с отличием. На фронт ушла добровольцем и в 1941-м. Евгения Андреевна зачислена в знаменитый полк ночных бомбардировщиц. Евгения Андреевна удостоена 8 орденов и медалей, удостоена высокого звания Героя Советского Союза. Забегая вперед, скажем, вместе с Евгением Жигуленко Героями Советского Союза стали и более 20 летчиц этого легендарного женского авиаполка. Но о наградах и званиях тогда они не думали и думать не хотели. У боевых экипажей были куда более важные цели. Заходи на прожеку. Курт держи. Это ведь точная копия того летательного? Это абсолютно точная копия самолета ПО-2. И здесь мы видим нанесена краской надпись «Мстим за боевых подруг Таню Макарову и Веру Белик». То есть это девушки, которые вместе с Евгением Жигуленко прошли боевой путь и погибли. А как эта копия появилась у вас? Эта копия изготовлена одним из любителей моделистов, современные, в частности, это Константин Глазьев, который изготавливает вот такие вот модели согласно энциклопедиям. То есть абсолютно точная копия. А сам 46-й гвардейский Таманский полк ночных бомбардировщиц стал копией, точнее прообразом кинополка, в котором и служат герои режиссера Жигуленко. Невыдуманные, настоящие, необычайно бесстрашные небесные ведни и вполне обычные земные девчонки. Дети мои, дети. Но снова и снова и отнюдь не по-детски зажигали они в небесной тьме на боевых самолетах, полуфанерных и легких. Бомбили позиции противника, бомбили склады с продовольствием, с боеприпасами, уничтожали технику противника. И, в общем-то, появлялись в ночном небе внезапно, внезапно исчезали. И вот Евгения Андреевна Жигуленко за годы войны прошла через 968 боевых вылетов. То есть, если суммарно представить, это практически два с половиной года, каждый день она отправлялась на боевое задание. Она могла сбежать из госпиталя и тут же сесть за штурвал самолета. И с собой в полет Женя Жигуленко нередко брала букетик цветов, полевых. Она их очень любила. Будьте внимательны, много зениток. Задание ясно? Ясно. Вопросы есть? С моря заходить трудно? Очень трудно. Будьте осторожны. Желаю удачи. По самолетам. К выполнению боевых заданий были готовы все и всегда. Даже тогда, когда казалось, и сил уж совсем не осталось. Есть будете, товарищ командир. О, горячо же! Спасибо, внучка, накормила. Дина, самолет к полету готов? Готов, товарищ командир. Кать, какой у нас полет? Восьмой. На этой фотографии Евгения Андреевна Жигуленко вместе со своими боевыми подругами. Летчицы разбирают полет. То есть уже после полета они рассматривают карту, оценивают тот маршрут полета, который был пройден, и то количество боевой техники противника, которые были уничтожены. Эта подлинная фотография – это сентябрь 1942 года. На этой фотографии, которая сделана уже после победы в 1945 году, прославленная командир авиационного, таманского, гвардейского полка ночных бомбардировщиц и Евгения Жигуленко готовятся к параду победы. Ну а теперь самое время дать ответ на вопрос, почему же все-таки премьера фильма «В небе ночные ведьмы» состоялась в Сочи. Напомним, было это в начале 80-х в кинотеатре «Спутник». Так все-таки почему? Все просто. Знаменитая летчица, герой Советского Союза Евгения Жигуленко, жила и работала в Сочи. Еще до выхода на съемочную площадку. Подробности в документах, о которых и шла речь в начале. Они в личном деле Евгения Жигуленко. Эта папочка достаточно тонкая. Давайте посмотрим, что же там. Она не очень велика по объему, но достаточно велика по содержанию. Содержанию, да, очень интересно. Мы основные биографические сведения о Жигуленко Евгении Андреевне узнаем из-за этого личного дела. А там документы заполнены ее рукой, да? Да, это подлинные документы, оригиналы, заполненные личным листом кадров и автобиография. То есть здесь четко можно проследить ее жизненный путь, да? Совершенно верно. Не только жизненный путь. Мы знаем ее награды, ее семейное положение, мы знаем, родители ее, сына и так далее. Какими наградами она была награждена, здесь перечислены все. И автобиография. Краткий ее жизненный путь, очень краткий. А такой почерк, ясный, четкий, буквы крупные? Она, видимо, в жизни была такая четкая женщина. Ну, судя по всему, да. Майор авиации, Герой Советского Союза, награждена высочайшим этим званием Героя Советского Союза в феврале 1945 года. То есть еще вперед в Великой Отечественной войне. Вы знаете, когда я начинала эту программу, мне не удавалось найти информации о сочинском периоде Евгения Жигуленко. Информации много везде, в том числе и в интернете. Везде, к каким изданиям я, к каким источникам не обращалась, везде военный путь и плюс кинорежиссер. А сочинский период был указан одной строкой. А здесь о сочинском периоде достаточно много. Мы можем смотреть, например, партийно-производственную характеристику. Здесь кратко весь ее жизненный путь указан, в том числе работа в Сочи. А именно, если по сочинскому периоду, это 1957-1963 год. Это лектор общества знания сочинского в городе Сочи. В 1963-1965 годы работала председателем Горкома профсоюза работников госучреждений. Она успела быть народной избранницей в те годы. И в феврале 1966-го по сентябрь 1969-го она работала начальником управления культуры Сочинского госполкома. Вот ее кратко жизненный путь именно в нашем городе-курорте. Сочи-60-х. Курорт активно развивается, хорошает, растет и поет. Для себя и своих гостей. Это врачи, медсестры, санитарки, работники пищеблока. Все они активные участники художественной самодеятельности. В то время в Сочи регулярно проводятся смотры творческих сил города. А их немало. В коллективах здравниц, предприятий, школ. Уровень многих настолько высок, что это уже и не художественная самодеятельность вовсе, а едва ли не настоящее концертное сообщество. В это время в Сочи проходят многочисленные песенные фестивали, фестивали народного творчества. То есть жизнь города Сочи в этот период времени достаточно насыщена культурными событиями. И, конечно, Евгения Андреевна Жигуленко, безусловно, внесла свой вклад в культуру нашего города. И особое место в жизни Сочи тех лет занимают праздники песни. Про образ современной битвы хоров. Тогда на стадионах Сочи, на площади у Зимнего театра, собирались огромные сводные коллективы. Для работы с ними приглашались самые известные хорместеры Советского Союза. Эти грандиозные концерты на нынешний лад хоровые шоу были известны всей стране. Впрочем, как и другие праздники той поры. В личном деле Евгения Жигуленко сохранилась даже копия одной из благодарностей Министерства культуры. Лисики такие желтенькие, прям отдают 60-ми. Вот здесь еще есть один любопытный документ. Заявление об увольнении. Ну, она, например, пишет, что прошу освободить меня в занимаемой должности с 1 октября 1969 года в связи с поступлением на высшие режиссерские курсы при Московском институте театрального искусства Жигуленко 8 сентября 1969 года. То есть, иными словами, из нашего города Евгения Жигуленко уехал для того, чтобы получить другую профессию. Один из документов гласит, что в связи с выездом на учебу в город Москву освободить товарища Жигуленко Евгения Андреевна от обязанности начальника управления культуры, утвердить начальника управления культуры Горисполкома, товарища Дебольскую, Алису Федоровну, нашу тоже известную Сочинку. Да, и это уже другая история. И именем назван «Аш Арган» назвал. Да, совершенно верно. Я ее помню, с ней часто общался. Игорь Анатольевич, кстати, когда мы шли сюда к вам, я очень надеялась, что в личном деле будет фотография Евгения Жигуленко. Именно того сочинского периода. Есть военные, а вот в мирное время сочинского фотографий нет, но и здесь ее не оказалось. К сожалению, это личное дело без фотографий. А вообще, как правило? Мы сами сожалеем. Как правило, да, личные дела с фотографиями. Но здесь, не знаю почему, изъяты фотографии. Может, она сама, когда уезжала, забрала их. Вот, ее фотографий здесь, к сожалению, нет. Ну, я думаю, что если поискать в фототеке нашей, можно найти ее. Даже в фототеке его можно найти? Да, у нас 8,5 тысяч фотографий в фототеке архива муниципального. О, Игорь Анатольевич, а поищем? Конечно, поищем. Я думаю, найдем. Возможно, и в личных архивах горожан найдутся сочинские снимки Евгения Жигуленко. Будем признательны всем, кто поможет их найти. А этот портрет хранится в Музее истории города-курорта Сочи. Написан он известным советским художником Владимиром Суздальцевым. Уже в мирное время, но с военной фотографией. Война ведь так и не отпустила Евгения Жигуленко. Даже в мирное время. Наши девчонки, мы мечтали, да, вот у нас будет много детей, у меня будет сын, а у меня будет дочь. Наверное, у меня будет самая счастливая семья, потому что так много плохого я сейчас, так тяжело. И мне так хочется, чтобы было очень хорошо все. Для того, чтобы рассказать в том числе и об этом, и стала Евгения Жигуленко режиссером. Уже в зрелом возрасте. Евгении Андреевне было 50, когда она закончила в ГИК. Но ведь Евгения Жигуленко никогда ничего не боялась. И вслед за кинолентой «В небе ночная ведьма» сняла еще одну. Без права на провал. Тоже о войне. И сыграла в нем роль матери. Родненький мой. Живой, живой. Сынок. Эту роль Евгения Жигуленко определила себе не как режиссер, а как мать, потерявшая сына. Нет, не на экране. В кино он не погиб. В жизни. И его унесла болезнь. Семейное счастье не сложилось. Родных нет. Кино – мой единственный ребенок. Пусть останется что-то после. Мое изображение и голос. Так однажды объяснила Евгения Андреевна свое актерское появление в кадре. Беги, сынок. Беги. Сейчас вы у меня получите. Но на самом деле прославленная летчица, герой Советского Союза, кинорежиссер Евгения Жигуленко оставила гораздо больше. И это бесспорно. А ее фильмы надо просто смотреть. Напомним, это «В небе ночные ведьмы» и «Без права на провал». Художник последнего, Сергей Бочаров, вспоминает актер того фильма Станислав Садальский, тогда же, в середине 80-х, собрал вместе бывших ночных ведьм, бесстрашных летчиц. И сразу нарисовал эту картину. В то время многие еще были живы. Вот Евгения Андреевна. Она идет последней. А теперь она впереди. А вот Женя Жигуленко садится в самолет. Евгения Жигуленко не стала в марте 94-го. Последний покой она обрела в Москве, на Троекуровском кладбище. Евгении Андреевне было 74. Улица имени Жигуленко есть в Краснодаре, откуда она родом, в Геленджике и других городах. В Сочи, на памятной стене Героев Советского Союза, 61 мужское имя и лишь одно женское. Евгения Андреевна Жигуленко. Мы в осени, тени, бессмолвные. Мы ветер и крик шуравлей. Погибшие в небе за Родиной Становятся небом на дне. Редактор субтитров А.Семкин